Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио и Алексей Орлов. 28 августа 2016 года меня пригласили на учредительную конференцию, посвященную созданию потребительского общества «Бер» и экономического блока общины на базе колхоза «Бернова» Старицкого района Тверской области. Раньше назначенного времени я прибыл на место. То, что встреча будет проходить в неформальной дружеской обстановке, говорила сама обстановка. Никаких плакатов и транспарантов о светлом колхозном пути с призывами вступать в ряды колхозников в стиле 30-х годов прошлого века в помещении не встретилось. Ближе к 12 часам начали подходить участники конференции. Среди улыбающихся приветливых лиц я заметил несколько старых знакомых, что несколько меня воодушевило. Приятно видеть людей, о которых ты хоть что-то дознаешь с положительной стороны, к тому же придерживающихся похожих с тобой взглядов. Однако большинство собравшихся, по всем приметам, были незнакомы, что сказалось на скомканности начала конференции. После первых вводных выступлений и перерыва было принято решение поставить стулья и скамьи в круг. Общение пошло более живо. Участники стали высказывать свое мнение и даже завязали дискуссии. В такой непринужденной обстановке мы не заметили, как пролетели 6 часов. Первый, с кем я пообщался после встречи, был Дмитрий. Мы сейчас поговорим с интересным человеком, который присутствует на этом собрании. Я думаю, он представится и расскажет, какими судьбами здесь казался, что делать, какие впечатления. Итак, здравия тебе. Добрый день, зрители уважаемые. И радиослушатели Народного славянского радио. И радиослушатели Народного славянского радио. Зовут меня в миру Дмитрий Шаблинский. Славянское имя у меня Радимир. Я присутствовал на достаточно интересном собрании, потому что здесь собрались активные люди, которые задумываются, не побоюсь этого слова, о будущем России и, может, надо даже говорить, всей планеты. И ищут пути решения вопроса, как выживать в той самой ситуации, в которой мы находимся, а уже практически не секрет, и уже совершенно конкретно декларируется, что идет геноцид русского народа. Идет уничтожение вообще людей на планете Земля. Хотел сказать жизни. И думаю, что, наверное, я не очень далек от истины. Потому что уничтожая большую часть жителей планеты Земля, жизнь на Земле тоже будет убираться. Так вот здесь люди стараются, пытаются найти пути изменения этой ситуации. И это очень отрадный факт, очень приятно присутствовать. При этом видно, что много вопросов, много проблем, начиная от маленьких-мелких, как два человека будут договариваться, и заканчивая глобальными вопросами, как бы концепция Бога. И тем не менее, это необходимое собрание, они должны происходить чаще, людей на них должно быть больше. И вопросы должны решаться позитивно, правильно и с большим счастьем для нас, для всех. Какими словами ты опишешь саму суть собрания, ради чего народ-то собрался? На сегодняшний день я бы сказал так, что люди собрались познакомиться, пообщаться, понять у кого какие представления о мире. Потому что здесь мы столкнулись с тем, что очень много разных людей. И им нужно договариваться сначала хотя бы в понятийном плане. Кто на каком языке говорит, кто на что подразумевает под тем или иным словом или понятием. Поэтому это скорее, ну это действительно была первая встреча, и она и выполнила свою функцию. То есть люди высказали свои точки зрения, люди поняли, что надо договариваться в понятийном ряду, и надо договариваться по глобальным вопросам дальше. Шесть часов почти встреча проходила. Как договорились? В ряде вопросов произошли принципиальные какие-то договоренности. В ряде вопросов спора было больше, чем чего-то толкового. Тем не менее, я считаю, что общая динамика, она позитивная. Это правильный процесс. Резюме какое? Собрание? Миру быть? Здесь хочется сказать словами Маяковского. Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда такие люди в стране... Ну, в стране российской есть, наверное, придется сказать. Хотя, вот очень хочется сказать, в стране советов есть. Хорошо. У нас есть такая традиция, когда говорящий желает что-то нашим зрителям и слушателям, что ты можешь пожелать, исходя из того, что ты сегодня здесь видел, слышал. Я не буду говорить, что именно исходя из того, что я сегодня слышал, но я бы пожелал нашим зрителям и радиослушателям осознанности во всех своих поступках. Задаваться вопросом, одним простым вопросом, а зачем? И если ты делаешь что-нибудь, вот переводишь бабушку через дорогу, задайся вопросом, а зачем? Спасаешь планету, задайся вопросом, а зачем? Или наоборот, не спасаешь планету, задайся вопросом, а зачем? И ответьте себе на этот вопрос честно, справедливо и по совести. Вот, собственно, что бы я и пожелал. Это не означает, что вы теперь не должны переводить бабушек через дорогу. В общем, желаю вам всего самого доброго, до новых встреч, услышимся, увидимся. Увидимся обязательно. Спасибо большое за то, что пригласили. Добра. Добра. Не откладывая дело в долгий ящик, я решил пообщаться с одним из учредителей этого мероприятия – Эссартия Важа Валерьяновича. Мы продолжаем репортажи с сегодняшнего собрания. И вот очередной участник, один из инициаторов. Я думаю, что лучше всего, чтобы он сам представился. Итак, здравия. Здравия вам всем, уважаемые радиослушатели. И зрители. Мне бы хотелось, конечно, тоже сказать пару слов, потому что я сам многодетный отец. Сначала представьтесь. Зовут меня Важа Валерьяновича, фамилия Эссартия. Мама у меня Дроздова Тамара Алексеевна. Ну, волей судьбы, я так сказать, уже долгие-долгие годы живу в России. Я люблю Россию, ценю ее, люблю ее культуру. И поэтому я не могу оставаться равнодушным к происходящему. И прежде всего, конечно, я думаю о будущем своих детей. Это моя обязанность. Я это время на себя принял добровольно. Я очень рад этому факту. Мне 54 года, младшей дочери моей 4 года. И поэтому я должен заботиться о них с утроенной энергией. Времени у меня остается, к сожалению, не так много, как у молодых пап. Посему поэтому, да, я выступил инициатором некого, скажем так, движения. Оно заключается в следующем. Я постарался найти и объединить наиболее активную часть нашего общества для того, чтобы решать не только экономические вопросы, но и социальные. Вопросы воспитания детей, образования. Все это меня волнует. И волнует не напрасно. Вам известно, что есть большие претензии к системе образования, к воспитанию детей. И по этой причине я оказался, так сказать, вот в этом замечательном коллективе, на этом собрании. А идея моя очень простая. Дело в том, что изучая общинные взаимоотношения, я пришел к выводу, что система общинности, она на сегодняшний день, даже учитывая то, что мировая цивилизация наработала массу других полезных, хороших вещей и большой опыт она, так сказать, приобрела. Я считаю, что славянская финансовая система на сегодняшний день, которая была по каким-то причинам утрачена, она передовая в мире. Связано это с тем, что община жила интересами конкретной общины, и ни один человек не оставался без внимания общины, что само по себе является, можно сказать, скачком вперед на сегодняшний день. И когда мне говорят, что община – это путь назад, я всего лишь улыбаюсь в ответ, потому что я считаю, что это путь вперед, потому что все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому я считаю, что нам надо вернуться к этим истокам, а систему финансирования общин я действительно считаю на сегодняшний день самой передовой в мире. Таким образом, люди достигали не только какого-то экономического могущества, они достигали гармонии в душе и выстраивали фактически свое маленькое государство. Любая община – это государство как коллектив. Посему поэтому, конечно, я не законодательный орган, не орган исполнительной власти, чтобы менять какие-то понятия в существующем нашем государстве. Но я бы вместо понятия акционерного общества ввел бы понятие общины. И это было бы, я думаю, на мой взгляд, абсолютно правильно. Когда-нибудь настанет это время, я думаю, что оно настанет достаточно скоро, и наши доблестные законодатели, конечно, примут этот термин в оборот. В некоторых своих, так сказать, наработках я предлагаю уже этот термин вводить потихонечку, потому что, возможно, сразу это напугает людей. Есть очень много других понятий, как коллективное хозяйство. А что такое коллективное хозяйство? Это та же община. Другое дело, как она организована, какова вертикаль власти и каковы ее цели. Если цель нормальная, вот как мы хотим, чего мы хотим добиться. Вот в России существует система детских домов. Она для нас совершенно неприемлема. Абсолютно. Потому что, учитывая то, что вот этот ребенок, который находится, любой ребенок находится в детском доме, это его слезы, это трагедия государства, а государство этого не видит. Этих детских домов не должно быть в стране. Должны быть приемные семьи. Вот. И причем мы это можем делать, и каждый из нас может это сделать. Вот. Даже уже были прецеденты в стране, когда закрыли в Краснодарском крае на ремонт дом малютки, детей разобрали, и никто назад не вернул. А почему он должен возвращать? Этому ребенку нужна семья. Он родился гражданином этой страны, приобрел с момента рождения правоспособность, как у него можно отнять его законные, неотъемлемые права. Вот. Ну, будучи правоведом, я бы хотел сказать, что, несмотря на противодействие, которое мы, к сожалению, испытываем, я вижу выход только в одном. Отбросить всякую пассивность, забыть про говорильную, просто приступить к делу, к самому настоящему. А дело у нас сегодня земля. Ни для кого не секрет, что земля всегда спасала страну. Еще со времен нашествия Батыя, Чингисхана и прочих захватчиков. У нас говорят, что существует национальная идея патриотизма. Ни в коем разе я с этим не могу согласиться. Никакой патриотизм не является национальной идеей. Национальной идеей является у нас землепашец. Вот это национальная идея. Человек, который производит продукт. Мы сторонники теории, что Россия должна экспортировать, а не импортировать. И причем продукт только такого качества, который достойно принимать человеку, а не просто насыщаться. Я не хочу, чтобы мои сограждане умирали раньше времени. Я не хочу, чтобы они ели совершенно непонятные продукты. Я хочу, чтобы они выросли и были людьми духовными прежде всего. Это даст возможность действительно поднять страну. Я не буду говорить с колен, но мы недалеки от этой стадии, когда можно сказать, что мы на коленях. К сожалению. Но в любом случае я уже увидел это рациональное зерно в людях, у которых активная жизненная позиция, которые не хотят мириться с тем положением вещей, которые на сегодняшний день, к сожалению, уже обретают силу закона. А эта сила закона потом приобретает силу привычки. Люди все думают, что так и должно быть. Что на самом деле печально. И чтобы избавиться от подобной порочной практики, необходимо, чтобы здоровые силы общества объединились, чтобы они начали работать, но не только на земле. Почему только на земле? Просто мы сторонники этой идеи, мы этого не скрываем. Русь, земля, матушка. Это все понятия, которые близки любому нормальному человеку, любому русскому, который понимает свое предназначение. Ну, кто мы, если мы не сможем воспитать своих детей, дать им достойное хорошее воспитание, прежде всего. Потом уже образование, которое вторично. Но я не хочу, чтобы мои дети обучались на книжках, например, тех же западных специалистов. И читали сказки, те же немецкие, пусть неплохие. Существуют прекрасные сказки, русские сказки. В частности, сказки деда Всеведа, которые практически перестали издаваться. Это были лучшие сказки, какие вообще кто-либо когда-либо читал. Но у нас сознательно это все убили, можно сказать. И привело ли это к развалу гражданского общества, не привело. Ну, конечно, дело и не в сказках. Дело в том, какие сказки нам рассказывают там, наверху. Это более печальные сказки, более злые. Ну, завершая, как бы, вот это интервью, я бы хотел сказать, что ну, наше спасение, конечно, в наших руках. Если Запад говорит, что они создали систему, так называемую, краундфандинга, в переводе это толпа и финансирование, нам не надо ее создавать. У нас есть общины и были общины. И всякая община поддерживала каждого члена общины. В какое бы тяжелое жизненное положение он не попал. И когда человек будет знать, что он не один, тогда государство и граждане будут счастливы. И тогда у нас наконец-то восстановится и законность, и порядок, и не будет никакой коррупции. Вот. И человек станет нормальным и счастливым, как ему полагается от Творца. Все же мне не хотелось так прерывать нашу беседу. Хотелось бы еще уточнить. Эта встреча была посвящена покупке, то есть реальному действию покупки и приобретению колхоза. Почему приобретение? Неужели нельзя просто взять какое-то фермерское хозяйство организовать, какое-то экопоселение или что-то еще? Я вам отвечу на этот вопрос, потому что, прежде чем принять это решение, мы два года искали подобное хозяйство, которое бы нас устроило. Когда нам предлагали проекты совместного сотрудничества, вот нам какое-то хозяйство, либо колхоз, вот приходите к нам. Вот. Я встречался с людьми, то есть как бы я совершенно не ленился, я это видел. Вот. Но мы не были единомышленниками, скажем так. Почему? Потому что эти люди тянули вас в свою сторону. Они не хотели слышать ни о социальных программах, ни о чем другим. Чистая идея наживы нас не прельщает, поэтому мы с ними расставались. Далее были другие варианты, которые предлагались, но предлагались как бы обремененные предприятия, нам говорят, вот у нас долгов там колоссальное количество, возьмите и вот и отдайте долги. Нас это тоже не устроило. Вот. Но мы хотели найти хозяйство, ну для начала небольшое, но со всей инфраструктурой. Вот мы нашли такое хозяйство, у которых долгов всего 108 тысяч рублей. То есть это совершенно не является каким-то фатальным, и это можно поднять. И потом, когда прозвучала идея, чтобы мы это приобрели, я ее одобрил сам для себя, и мои партнеры это тоже одобрили, потому что в этом случае хозяевами становимся мы. И причем полновластными, и мы можем уже все те идеи, которые были наработаны как бы за долгие годы, попробовать осуществить самостоятельно и с привлечением тех людей, которых мы считаем единомышленниками. Ну, сегодня я здесь увидел редкое единодушие, хотя споры были как бы большие по этому поводу. Но тем не менее мне это было приятно. Хотя я не ожидал такого голосования, я думал, что все-таки народ, скорее всего, разойдется. Это говорит только о том, что интерес проснулся, а это дорогого стоит. Ну, раз это как бы так получилось, я считаю, что это знак уже нашей активной группы людей, что мы на правильном пути. И для нас это еще более важно, потому что мы уже нашли поддержку, скрывать нечего. Нас поддерживают, я думаю, что не только финансово поддержат. Одним словом, люди просыпаются. Это знак, который, ну, трудно переоценить. Так что считаю, что мы идем именно той дорогой, которая приведет нас к успеху. Потому что главная идея – это создание не просто успешного хозяйства, это создание хозяйства, ориентированного на человека. То есть, если мы повернемся к человеку, то люди повернутся к нам. Ну, скорее всего, на первом этапе, конечно, будут какие-то ошибки, просчеты. Мы этого совершенно не исключаем, даже как бы закладываем это. Это будет, но ни одно нормальное, большое, серьезное дело без этого не обходится. Но, тем не менее, были бы помыслы чистые, остальное все приложится. У нас есть традиция, когда говорящий желает что-либо тем, кто слушает и смотрит. Вот, пользуясь случаем, можно сказать что-то доброе, вечное, красивое, но и сделать какой-то акцент на то, что сегодня есть возможность поучаствовать тем людям, которые просыпаются. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья, мир, дому вашему, благополучие, процветание, здоровье вашим старикам, детям. Чтобы все были на своих местах, мужчины на своем месте, женщины на своем. Я хочу, чтобы в России была возрождена патриархальная нормальная семья. И тогда нам ничего не угрожает, поверьте мне. Если в семье лад, то и в стране лад. Так что, это вот я вам могу просто пожелать еще раз мер вашему дому. Благодарю. Как говорится, семья – ячейка общества, так пусть эта ячейка будет крепкой. Тогда и общество будет тоже крепкое. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. До новых встреч, увидимся, услышимся. Спасибо, до свидания. Следующим моим собеседником оказался Сумароковский Владимир. Здравия продолжаем наши репортажи с мероприятия, посвященному приобретению колхоза, то есть созданию некой общины. А вот чему посвящено, вернее, какому направлению эта община должна быть, и что здесь происходило, сейчас мы узнаем у очередного нашего собеседника. Итак, здравия, представься, пожалуйста, нашим слушателям и зрителям. Сумароковский Владимир. Я являюсь одним из инициаторов данного проекта. Ну, далее, почему именно колхоз, именно Бернова. Когда приехал, посмотрев место, проезжав мимо имения, где Пушкин писал в одной из глав Евгения Нигина, подъехав к деревне Бернова, берлога нового медведя. Это шикарные места, богатый лес, прекрасные люди. И сразу так «О, оно», да? Так «О, оно». Коллективное хозяйство, то есть общинность на Руси, она была всегда. Это совместный труд, совместные праздники, совместное решение многих вопросов. Ведь я еще помню, будучи, там мне было 7 лет, мы переехали, когда из одного места в другое, там родственники собрались и вот дом ставили, вот буквально община, это была большая община, родственники. Дом стоял буквально там рубленный за полтора месяца. Люди трудились, это было весело, каждый день праздник. И в настоящий момент мы стали как-то очень разрознены. То есть особенно за последние 25 лет, вот за время, как развал Советского Союза. Развели нас, да? Развели нас по полной, какая-то американская мечта у каждого, разбогатеть. И практически ни у кого ничего не получилось. Единицы, может быть, и достигли каких-то результатов, но в основном мечты остаются мечтами. Что у нас получается? По 12 часов работаем за какие-то копейки. Дальше дети, в семьях у многих не лады. Тоже основу это же. Всех перетащили в город. И дальше изучав эту проблему, я увидел следующее, что все повторяется. Если брать 20-е, 30-е годы прошлого столетия, послереволюционные, и послереволюционные годы 90-е, 2000-е, очень много похожего. Это мы смотрим там времена НЭПа, потом раскулачивание. 90-е годы, ну, я думаю, многие помнят, как поднялось к оперативной движении, после пустых полок вдруг наполнилось, кто-то стал там шить джинсы. Ну, далее у нас пошли бандитские разборки. Берем те годы, там создавались коммуны, сейчас эко-поселение. Где-то там какие-то коммуны выжили и дожили до наших времен, но уже не дожили, вряд ли. Ну, в советское время, но многие из них, мою бабушку еще говорили, существовали 2-3 года, и там люди разбегались. Эко-поселение тоже я поездил, посмотрел. Есть богатое эко-поселение, где прекрасно работают люди на земле, а есть тоже пришли, не нашли себя и уходят. Коллективное хозяйство, оно чем, в принципе... Ну, и далее, если смотреть 30-е годы, когда пошла коллективизация, из истории мы знаем, пошли 25-тысячники на село. И благодаря поднятию именно создания колхозов, вот именно объединения коллективного хозяйства, далее это дало толчок для дальнейшей индустриализации, и подойдя к 40-му году, к отечественной войне, страна все-таки была готова. На сегодняшний момент у нас, как бы, время тоже... Мы видим общий развал, у нас мы зависим по продуктам от импорта в основном, хотя у нас земли пустые, деревни у нас вымирают. И сейчас не нужно идти в деревню, чтобы объединять кого-то. Все мы здесь в городе, это в крупных городах. И я понимаю, здесь у многих есть больше возможностей себя реализовать, как инженера, как ученого, как врача. Но без земли мы тоже, в принципе, никто. Кто-то должен остаться. Приезжаешь в деревню, бабушки, уже старенькие. Ну, и никого нет. Земля, земля, она должна, как бы, за ней нужен уход. Ну, скажи, а почему все-таки не остановиться на экопоселении? Ну, сейчас же уже сколько форм этих экопоселений проверено? Ну, взять какую-то более удачную или не арендовать просто поля и возделывать, пригласить туда гастарбайтеров, тех же самых, пускай работают. Ну, экопоселение, опыт экопоселения, это, конечно, хороший. И там есть и анастасийцы, и другие. Я просто к тому, зачем заниматься-то выкупом? Это же целая процедура, и деньги нужны. Ну, опять же, коллективное хозяйство, ну, пойти в экопоселение, опять же, все равно землю надо купить для того, чтобы построить. Нужно построить инфраструктуру. То есть, денежки все равно нужно вкладывать по-любому, что здесь уже готовая структура. А, ну, то есть, тут мы приходим в чистое поле, все строить заново, а здесь уже все готовое. Здесь уже готовое. Здесь уже готовое. Потом, ну, 240 километров от Москвы, 80 километров от Тверь, до Питера, по-любому, там... Клево в 700, наверное, да? Нет, там ближе. Ближе? 400, да. То есть, 200 километров до Смоленска. То есть, место довольно-таки, местоположение очень хорошее. Доступно со всех сторон? Доступно со всех сторон. Три часа, вот там, москвичам... По экологии? По экологии. Экология там шикарная. То есть, там и травы лекарственные. Лес, да? Там Волга. Течет у нас. Река Тьма проходит. Лекарственные травы. Ну, мед, пожалуйста, можем... Потом территория, где у нас с историей производился лен. То есть, возрождение того, что сейчас не хватает нам, да? Того, что не хватает. То есть, льнопроизводство, там, рожь, те же овощи. А потом, ну, самое главное, я считаю, это объединение именно людей. Я не говорю, давайте мы все уедем из Москвы. И уедем из Питера, из Твери, и поедем туда жить. Но объединившись, вложившись, все-таки, ну, не у каждого есть дача. Ну, опять ты приехал на дачу, ты индивидуален, ты один. А здесь мы можем собраться, вместе построить дом, вместе убрать там картошку, вместе поработать, вместе повеселиться. Ну, мне, допустим, 52 года, я очень хорошо помню студенчество, студенчество, это там, когда мы уезжали. На картошку, то, что называлось, Картошку, да. Это весело, это сплачивало, это сплачивало. Именно вот за год, допустим, обучения, мы так не сплачивались, как там за месяц, будучи на этой картошке. Вот, это объединяет. И поэтому одна из целей, наверное, все-таки сплотить людей. А потом, ну, посмотрите, сколько одиноких, сколько одиноких людей ходит вот в городах. И тоже с этим, это немаловажно, с этим, наверное, сталкиваться много. Негде познакомиться, не о чем поговорить, клуб по интересам, то есть здесь как-то будет, наверное, проще еще и в плане организации семьи, да? Организации семьи. Вот, да, тоже вот у нас опять студенчество вспоминаем, после картошки обязательно несколько свадеб выиграли через какое-то время. вот, а семья, это ячейка нашего общества, это не просто необходимое. вот, как-то так. Очень часто мне приходится разговаривать с людьми, которые хотят уехать на землю, вот они начинают рассуждать, как ехать в какое-то готовое эко-поселение, просто купить домик в деревне, или, может быть, самим что-то организовывать. Тут я, наверное, теперь буду отвечать, а вы вот встретитесь с организаторами этого предложения, покупки колхоза, может быть, там сразу все проблемы-то решатся. Но вот на самом деле коммуникации все есть. Где работать, в принципе, тоже там уже что-то работающее, это же не просто колхоз, который там убыточный, да, это работающий колхоз. Дома, в принципе, тоже есть, причем по себе стоимость которых намного дешевле, нежели чем строить с нуля, да, вот на первое время в всех случаях хватит. На первое время, да, можно выкупить дома, их сделать. Примерно какая там стоимость дома? Ну, рядом с Берновой есть там несколько деревень, где там домик можно купить там за 20-30 тысяч рублей. Уже с землей? Уже с землей, где-то порядка 20-30 соток. То есть получается такое решение проблемы, очень простое, приехал, если хочешь жить на земле, вот тебе домик, уже живи хотя бы, да, а тут причем еще добрые люди, которые думают о России на будущее. Конечно. Ну и опять же, сама система коллективного хозяйства, она позволяет также строить для специалистов опять же дома. То есть мы можем построить и дополнительные дома под человека, по канонам, да, русским. То есть кто там не обязательно, вот мы здесь живем как в осиных гнездах, жить в принципе, когда по сожжениям тебе построили правильно дом, ты заходишь, у тебя душа поет, ты там развиваешься, оно тебе не угнетает. Это и жизнь продлевает, и здоровье добавляет, и все. в общем, задача сделать такое общество, которое потом бы могло стать прототипом для вообще общества России, то есть мини-общество, и потом оно, чтобы могло разойтись по всей России. Ну, да, это, наверное, такой проект, где он как бы идет так пилотный, да, его можно назвать, проект, где бы мы отработали и сотрудничество с учеными по внедрению новых технологий, ну, потому что, опять же, наука у нас в основном тут сосредоточена, чтобы у них была площадка близок, и также для тиражирования данного уже опыта по России. И я думаю, так как уже тоже много проектов подобных существует, ну, это тоже один из вариантов, то есть начало объединения, наверное, нас всех, вот, в какое-то кооперирование и объединение, именно объединение, наконец. Ну, вот такие интересные задумки есть, сбудутся они или не сбудутся, наверное, зависит не только от организаторов, а еще и от вас, наши зрители и слушатели, потому что сама идея, конечно, самая замечательная, она остается идеей до тех пор, пока ее не начинают воплощать. Воплощать ее могут только те, кто живут на этой земле. Вот, становитесь хозяемы. Итак, у нас заключение, есть такая традиция, когда говорящие желают тем, кто смотрит и слушает, что можно вечного доброго, хорошего пожелать, может быть, исходя из того, что мы сегодня здесь сделали, шесть часов. Да, шесть с половиной. Что хотелось бы пожелать вам? Пожелать любви, благости, радости и счастья, процветания, благосостояния. и трудиться на своей земле. И также, вот, мое личное желание для себя, и, я думаю, согласятся все, я хочу, чтобы мои дети, внуки, правнуки жили на этой земле, радовались, радовались солнышку, радовались, в воде, лесу, чтобы это все сохранилось и осталось. И земля наша процветала, не истощалась, радовала нас. И, наконец, мы начали жить гармонично, в гармонии с природой, в гармонии со всеми. Всеми стали у нас крепкими, дети здоровыми, продолжительность жизни уже не как сейчас там, дай Бог, до 70 дожить, а круг жизни 144 лет, а то и два, и три. То есть, желаю всем прожить по нескольку кругов жизни, в одну жизнь бодрыми, здоровыми, счастливыми, в благосостоянии. Благодарю. Ну вот на этой позитивной ноте нам уже стоит просто сказать всего вам доброго, друзья, до новых встреч, услышимся. Благодарю. Благодарю вас. Пообщавшись с Владимиром, я приметил организатора этого собрания, Татьяну Кола, и пригласил ее поделиться своими мыслями о состоявшемся мероприятии. Мы продолжаем репортажи с собрания, посвященного организации колхоза, и вот одна из возмутительных спокойствий. А что так смеешься? Татьяна. Ну я думаю, что лучше она сама себя представит и расскажет о себе, и расскажет о том мероприятии, которое здесь шесть с небольшим часов проходило. Итак, здравия. Здравия, добрые люди, здравия, народ. Здравствуйте, мои хорошие, знакомые. Меня зовут Татьяна Кола, я веду практики великой северной традиции и очень в последнее время радуюсь каждому дню, каждой минуте прожитой, проживаемой и живущей, чего и вам желаю. И для того, чтобы поделиться этим счастьем, и было проведено это собрание, на котором пришли люди, заинтересованные в жизни, на земле, жизни в городе, чтобы были здоровые семьи, чтобы были здоровые поля, здоровые животные. Ну и чтобы жизнь была здоровая, да? И не только в частности каждого человека, но и державы в целом, да? Мы за державу здоровую, за сильную, за семью, за труд, за радость и за праздники. Поэтому сейчас потихонечку собираются люди, которые умеют творить, которые умеют проводить праздники, которые проводят обучение, сами учатся. Но всё это хорошо, когда человек сыт, обут, ему есть где жить. То есть как стрекоза и муравьи, да? Вот с пустым желудком, чтобы не прыгать. А когда осень настала, чтобы у нас был праздник, посвященный сбору урожая, богатые свадьбы и так далее, и так далее. Вот. Это собрание, оно имело очень долгую подготовку, потому что людям надо учиться разговаривать, договариваться, выполнять договоры. И человек, которому по судьбе нужно жить на земле, чтобы он вернулся на землю, чтобы были все условия и жилищные, и трудиться, и здесь вопрос как раз о гармонии человека с природой возрождения. И кроме самого человека за него это никто не сделает. Поэтому собираем колхоз, выкупаем, запускаем хорошее, удачное производство, привлечены потрясающие силы наших ученых, наших всех людей, которые, мужчин, у которых такие разработки потрясающие, в электричестве, возрождении земли, в растеневодстве, в строительстве домов, посажением, по человеку, по инфраструктурам, обязательно привлекаются сейчас люди по работе с детьми. Это одна из первоочередных задач, и в итоге, как и в Краснодарском крае, задача, чтобы все детские дома в округе, Московская, Тверская, Губерния, Смоленская, Воронежская, чтобы дети жили в семьях. Чтобы закрыть детские дома за ненадобностью. За ненадобностью. И для того, чтобы взять чужого ребенка сложно, но когда это происходит на земле, детям легче встроиться в жизнь, потому что они живут не только в семье, они живут в обществе, в общении. А на земле общим коллективам всегда легче что-то сделать. Поэтому коллективное хозяйство, колхоз, многие забыли, наверное, что колхоз это коллективное хозяйствование на земле. Оно дает как раз вот эту радость жизни, совместного труда и совместного праздника. Вообще так интересно рассказала, тут и ученые у тебя, и много чего. А сам-то колхоз в каком состоянии? Колхоз как раз у него он без долгов. Он там председателе 75 лет, он заканчивает свою трудовую деятельность и хочет передать колхоз надежные руки. А тут как раз и вы, да? Да. Так, замечательно. Скажи, пожалуйста, вот сейчас очень много людей, которые стремятся жить в экопоселениях, на земле. Кто-то просто едет в деревню, кто-то с нуля начинает. Но почему колхоз-то? Ну вот люди же строят общины какие-то, вот экопоселения. В чем разница, в чем преимущество колхоза? В экопоселениях они преследуют свои какие-то цели ухода из городской жизни. А здесь как раз создать человеку условия достойные на земле и возможность городским жителям получать продукцию, потому что здесь идет взаимодействие города с деревней. Это предоставление возможности потрудиться в летнее время, организация детского отдыха городских людей, привлечение к труду на земле, потому что в современных школах вот такие предметы, как труд, растение и водство, природоведение практически не ведутся. А здесь ты можешь вместе с мастерами на земле, причем это не с точки зрения как мастер-классов, это не с точки зрения обучения, специализации, зарабатывания денег. Человек попадает в среду уже жизни на земле, где он вместе с ним выходит по хозяйству, что-то делает, учится и уже выбирает по своей задаче на жизнь, свою жизнь. Кем он будет и что будет? Это есть как раз то, что называли раньше профессиональное ориентирование, чтобы попробовать, когда ребенок попробует разные виды деятельности, он знает, чем ему заняться. Хозяйством, лошадьми, животными или уйти, допустим, в интеллектуальный. Потому что поднять землю сейчас нужно по современным технологиям три года. в экопоселениях это если они обладают вот этим коллективным хозяйствованием, они могут пригласить людей, специалистов. А так как они собираются вместе, каждый работает на своем участке. А коллективное хозяйство это действительно когда возрождение сельского хозяйства. То есть они работают, обеспечивают себя, городских людей и плюс еще прибыль на на свою счастливую жизнь, да? А то. На путешествия в конце концов, конечно. Почему бы и нет? Еще такой вопрос, что когда люди занимают свое хозяйство, они сами по себе, очень трудно куда-то уехать. А проведение вот этих праздников, слетов, хождение в гости. Раньше люди праздновали 40 дней, ходили друг с другом в гости. Я долго и выясняла, чем они занимались. И чем же? Оказывается, это тоже образ жизни, выправление, это прием гостей, когда ты сам в гости ходишь. Это целая такая традиция, которая сейчас у нас вспоминается и активизируется. А это возможно только когда идет сотрудничество. Я вообще думаю, что, скорее всего, если, а у нас колхоз получится, объединение экопоселений, колхозов, всей вот этой сельской жизни пойдет на обмен, на сотрудничество, взаимные праздники. И не просто так восстанавливается в ЭДНХ в Москве, центр, куда будут свозиться все достижения народного хозяйства. Народного хозяйства, конечно. Вот когда ты там рассказывала про колхоз сначала, наверное, у наших радиослушателей и зрителей сложилось впечатление, но вот призывают нас в очередной раз быкам хвосты крутить в деревню. А тут ты начинаешь рассказывать, какие там фестивали, праздники и так далее. То есть, такая развлекушечка нехилая предполагается, такая программа серьезная. У человека должно быть все гармонично. Семьи создавались во время праздников, люди встречались, во время труда совместного. и я за то, чтобы все у нас начинало опять быть гармоничным и счастливым. А для этого труд, радость, отдых, совместные какие-то мероприятия, они помогают, высвечивают весь негатив, который существует, стрессы и так далее. И они не отторжение вызывают, а наоборот радость и возможность выправиться. А выправиться ты можешь только среди близких людей, которые тебя видят такой, какой ты есть. И радость в твоей жизни. Ну что, а фестиваль это что? В грязи по колено и так далее. Что там в этом колхозе-то есть? В колхозе есть полностью развитая структура. Можно на сегодняшний день молодых семей я приглашаю есть уже дома. Так как деревни, две деревни, по-моему, там брошенных. Просто одна знаю точно, вторая под вопросом. Подведен свет, газ и дороги. То есть такое счастье и брошено? По России поездите. У нас вся Россия в таком состоянии. То есть если еще какие-то хозяйства живут, это хорошо. А на самом деле конкретно в данном районе людей осталось очень мало, инфраструктура вся есть, даже есть гостиница, в ней только окна поменять надо, куда можно приглашать специалистов. Поэтому праздники в любом случае как бы ни было тяжело, люди вечером встречаются и поют за чашечкой чая, песни. Вот давайте теперь проанализируем, чем отличается эко-поселение, которое надо создавать с нуля в чистом поле или человек приехал отдельно в деревню. так, правильный взгляд, человек приехал в деревню и здравствуйте, товарищ сельчане, говорят, сектант, не пьет, не курит, матом не ругается, может, кто-то там мужчина с бородой даже какой-то появился, на него смотрит, так, не наш, не местный. Или тоже эко-поселение, надо землю купить, надо участки эти как-то разграничить, надо дома построить, вот, ничего неизвестно, как чем заниматься. На твой взгляд, вот эти три варианта деревня, эко-поселение с нуля или колхоз, который уже без долгов, рабочий, какой бы вот нашим слушателям и зрителям порекомендовать так между нами? Городскую жизнь, конечно. А, то есть оставались в своих коробках, да? Нет, это не рассматривается, вот три варианта. Да, на самом деле, куда душа позовет? И то, и другое, третье имеет место быть, и везде есть свои какие-то плюсы, и будут трудности, поэтому кому не подходит эко-поселение, все изучают, есть интернет, можно посмотреть, можно съездить, можно пожить во всех видах из трех, деревни подходят, не подходят, кто-то восстанавливает дома, свои родовые, это тоже очень хорошо. Вопрос предлагается о том, что из всех видов, вот у нас сложилась группа инициативная, есть хороший колхоз, в котором есть все, для того, чтобы начать строить общину. то есть жить, работать и еще наслаждаться самой жизнью. И причем вот эта вот основа державы, как мы и говорили на собрании, это все-таки основа семья, это труд, это взаимодействие, и самое главное, это наш народ, потому что сила вся в народе. Так что выбирайте, что вам больше подходит. По мне так больше нравится вот этот вариант, все-таки инфраструктура есть, газ есть, грязь смесить не надо, там уже асфальт, почти город. А скажи, кстати, а вот, ну понятно, что упадок какой-то там все равно присутствует, люди разъезжаются, планируется ли там как-то вот восстанавливать, и насколько, на твой взгляд, это быстро удастся сделать? Есть деревни, в которых, дома, в которых можно уже жить, они выкупаются в частную собственность за небольшие деньги. Небольшие, например, сколько? Где-то от 20 до 50 тысяч с участком, дом вместе с участком 20-30 соток. Следующее, соответственно, там сады, огороды, все это есть, предоставляется техника, и есть варианты возможность дачных участков. При организации колхоза рассматривается такое, как выкуп земель для фермеров. Допустим, запускать какие-то травы и так далее, и так далее, по договору с колхозом, дополнительно есть земли, и в принципе было бы желание попробовать себя на земле. Можно переходить, жить на землю, когда уже есть опыт. Пока этого нет, у меня несколько сейчас семей готовы переехать, потому что у них есть желание, обоюдное. Дети маленький садик, все это организуется, все это есть. Вопрос заключается только в том, что на землю всем не надо идти. Я могу сразу сказать, это нужно поездить, побыть, пожить, посмотреть, почему праздник праздником, а поучаствовать в сборе урожая, в каких-то мероприятиях. Переход на землю это очень сложно, это очень серьезно, и не надо торопиться продавать квартиры и уходить от городской привычной жизни. Но вот попробовать, пожить, причем в любое время года, это стоит этого сделать. Ну ты как раз перехватил тот вопрос, который хотел задать, а можно ли попробовать такой тестовый режим, да, с одной стороны не включаться в сектантский такой призыв, а давайте все продадим по гектару, купим и так далее, а приехать, осмотреться, а что за люди, а чем занимаются, а как здесь с детьми быть и так далее. То есть это возможно. Готовятся все программы для того, чтобы городские могли, как всегда, я городская, и нас всегда сдавали в деревню, потому что в городе такое большое количество детей летом, это сложно, соответственно, побыть в городской деревне, покормить всех же животных, сходить по грибы, по ягоды, осенью, вот сейчас заготовить орехи. То есть когда все это есть, все это возможно, и причем как участники потребительского общества, как участники хотите колхоза, все это можно делать. Тем более там для этого, я говорю, еще раз, есть инфраструктура, есть хороший подъезд на машинах, и в конце концов, вот можно даже в палатках поставить, пожить там трава выше пояса. Ну или зимой с сугроба выше пояса, кому как нравится. А по сугробам-то самое то. Понятно. Итак, если у вас есть желание, конечно, жить в однокомнатной квартирке, уютненькой, но тесной, рядом с трубой ТЭЦ, в таком шумном городе, на шумной улице, это ваш четвертый выбор. Поздравляю вас, у вас хороший вкус. Вот. Это обращение не для вас, это видео не для вас, и тоже запись не для вас. Если у вас есть желание все пробовать с нуля, быть первопроходцем на целине, то есть продать все, поехать на целину, там на гектар, гектар вот сейчас, да, модно, вот, на гектар построить там все, и потом думать, что дальше делать, тоже, если есть родовое поместье, ну, хороший вариант, надо, конечно, восстанавливать, может быть, тоже не для вас. А вот если вы хотите ощутить себя, членом общины, колхозок, и понять, что такое коллективный труд, коллективный отдых, и чтобы там было понятно, чем заниматься, и где будут ваши дети расти, и как они будут расти, наверное, этот вариант для вас. Итак, у нас есть хорошая традиция, которая гласит со следующим, что говорящий желает что-либо тем, кто его слушает и смотрит. Вот теперь говорящие, будь добра, пожелай нашим радиослушателям и зрителям что-нибудь доброе, вечное от себя. Дорогие мои друзья, благости, радости, процветания, здравия, любви и ваше счастливое выполнение задачи в этой жизни. Ура! Ура! На этой радостной ноте мы с вами прощаемся, до новых встреч, услышимся, благодарю тебя. Спасибо, до встречи, до свидания. В тот вечер был Андрей, который с радостью поведал свою точку зрения об учредительной конференции. Всем здравия! Мы продолжаем наши репортажи с очень интересного, на мой взгляд, собрания, которое было посвящено вопросу покупки колхоза и становлению общины. И один из участников сейчас представится, как его звать, и он расскажет, как докатился до жизни такой. Итак, здравия тебе! Всем тоже здравия! Что хочется пожелать, чтобы у каждого из вас было всегда хорошее настроение, глаза блестели радостью, а так как глаза – это зеркало души, хочется, чтобы те слова, которые сейчас произнесены, они через глубину глаз, где находится центр души, дошло до каждого из вас, и чтобы каждая душа встрепенулась и услышала что-то для себя новое, хорошее в этом нашем с вами беседе. Ну, все-таки представься. Меня зовут Андрей, по-славянски мое имя сварк. Наречен был в славянском Кремле Виталию Сундаковой оборотой. Итак, как докатился до жизни такой, как здесь оказался, с какой целью? Ну, моя точка зрения, что каждый человек должен в первую очередь познать и понять, для чего он сюда пришел. Когда-то, очень давно, лет 20 назад, я пришел в систему Цигун, есть такой мастер Сюминтан, который приехал первый раз после долгого времени, давал первые ступени. Когда он начал давать поток энергии, со мной что-то случилось, тело само стало двигаться, пошли какие-то мысли, и после этого я как-то действительно очень серьезно задумался, откуда берутся мысли, откуда берутся нервы, почему мы нервничаем, почему мы переживаем, как все это происходит. И мне это стало интересно, и помимо всего, когда начался мастером передачи энергии, то я эту энергию почувствовал, мне стали нагреваться руки, ноги, ладони, и, соответственно, мне стало интересно, как устроен человек, и что благодаря энергии можно достичь, и как можно в этом плане развиваться. И вот так вот ты стал этим всем интересоваться. Хорошо, здесь ты как оказался? С какой целью? Ну, моя цель, как и всех, сделать общество, в котором будут собираться люди, которым совместно интересно, которые собираются именно по душе, по своему уровню осознанности сознания, когда интересно, когда ты просыпаешься и знаешь, что рядом с тобой есть тот, кто всегда будет стоять спиной к спине и радовать тебя, что когда твои дети где-то гуляют, ты знаешь, что там все спокойно, и ты можешь его спокойно отпустить, зная, что все кругом экологически приятно и чисто, и тебе отсутствует возможность переживать, потому что чем больше ты творишь через себя любовь, тем больше это происходит. Вот у меня вот простой пример, у меня с Дивеева Серафима Саровского привезли дубы, и сейчас, к сожалению, вот дубы, они начинают почему-то болеть, какие-то белым покрываются шишками, какие-то просто вот начинают покрываться какой-то вот, ну, жавчиной. И я думаю, ну, как же так, вот беру теперь постоянно воду, ее заговариваю, поливаю себя, поливаю дубы, прошу сознание земли, чтобы она сделала так, чтобы все дубы взяли и спокойно бы исцелились. Если каждый из нас начнет то же самое делать землей, просить природу, она живая, она живее всех нас живых, это уже учеными, всеми доказаны, академиками, что земля, она имеет свое сознание, но мало кто может к этому подключиться. И когда ты начинаешь очистывать сердце от души все это делать, а корысть у тебя, ну, какая корысть, то, чтобы все деревья стали чистыми, они исцелились, не только живут в твоем саду, а, ну, в саду каждого из нас, в лесах, в деревнях. Ведь если это происходит, если болеют деревья, а деревья-то, ну, по нашей славянской мифологии, древо рода, это то, за счет чего мы живем. Поэтому для меня древо, тем более дуб, это древо основное славян, там дубы-колдуны, ну, и многое другое, говорить, и когда, вот, ну, твой брат, старший он или младший, какое там сознание, трудно сказать, но ты все равно к этому идешь. В системе цигун было основное упражнение, это дерево, это тоже, когда ты встаешь, ноги уходят у тебя в корни, голова уходит в центр вселенной, и ты отключаешь свое сознание. Когда твое сознание отключается, наступает тишина, тогда в тебя начинает входить дух, дух Отца Небесного, с которым начинает открывать твое сердце, начинает делать твою жизнь совершенно другой. Поэтому, чем больше мы любим природу, тем больше мы открываем ей сердце и свою душу, и стараемся заботиться о ней, и любим эту землю, тем она начинает нам отвечать тем же. Когда мы проводили очень много разных обрядов, все время после этих обрядов выходила радуга, и двойная, и тройная, и не одна. природа, когда ей нравится, она начинает нам отвечать. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас научился видеть эти знаки природы по отношению к нам, потому что, когда ты начинаешь видеть, когда ты начинаешь открывать сердце, очищать свою матрицу от всех психосоматических состояний, которых у нас в теле очень много, зарядов, которые надо пройти. Я в свое время изучал немножко саентологии, и самое основное, что из дианетики я изучил, то, что у нас есть определенный тракт времени. По этому тракту времени мы можем своей душой путешествовать, и находя те моменты, где происходили какие-то события ключевые, где мы плохо себя вели, орали, кричали, что-то плохое делали, и благодаря этому в нашем теле мощнейшие заряды, которые дают потом болезни. Когда ты начинаешь это прорабатывать и все это убирать, то исчезают твои болезни. Когда ты убираешь все грешные состояния и чистишь свою душу, начинают возвращаться осколки твоей души. Каждый осколок души это часть тебя, это возвращение силы. И после этого, если у тебя развито твое образное видение, мыслеформы, то ты начинаешь формировать свое будущее, свое прошлое, и, как говорят мои друзья, по спасу грядущее, потому что грядущее то, что грядет, а будущее, оно какое будет непонятно. Поэтому я скажу так, что грядущее. И хотелось бы, чтобы все, что мы делаем и в колхозе, и в других местах, чтобы оно было просто, с ростом. А без всякого сложно, когда это все идет от лжи, идет непонятно от кого. Поэтому вот цель наша, чтобы изначально, сначала создать тех людей, которые единомышленники, которые откроют сердце, проработают себя. Я, как говорил Серафим Саровский, что освободишься ты, откроешь себя, то откроется для тебя очень много, изменится мир. У меня просто в жизни был случай, мне подарили икону Серафима Саровского, она была у одного князя, и мне сделали очень плохую вещь. Подарили меч ритуальный, после чего я подержал, я лежал, я думал, что я буду умирать. И мне было так плохо, мне нечем было дышать. Я положил эту икону, и так как много всяких процессов до этого проходил, представил, что он мой учитель, что он это я, и начал дышать в него, и представлять, как он дышит в меня. С утра я проснулся, я абсолютно нормально дышал, но вся эта икона полностью посерела. Поэтому Серафим Саровский, так же как и Сергей Радонежский, это были наши великие волхвы, и вот что сделал Сергей Радонежский со своими опрещенными полками? Те монахи, они умели трудиться, вот это был настоящий колхоз, который делали для всех, кто рядом, продовольственный запас, чтобы жить, чтобы радовать, потому что если, ну сейчас это Госрезерв, Росрезерв, а тогда это вот делали монахи, которые умели и воевать, и за себя постоять, и трудились, и делали это во благо тех, кто жил рядом, потому что было другое сознание, потому что это были наши древние ведические знания. Много ты еще интересного рассказал, но у меня стоит вопрос все-таки об этом собрании. Собрание священ колхозу. Так вот, скажи, пожалуйста, разве нельзя созерцать окружающий мир, находясь, например, просто на даче, или в экопоселении, или у себя в родовом поместье, может быть, в деревне. Зачем именно колхоз? Почему именно колхоз? Ну, что, одно другому мешает, противоречит? Ну, ничто, ничему не противоречит. Я живу в частном доме, постоянно все созерцаю. Во дворе у меня свое маленькое капище, где стоит сварок, скульптура, где стоит гамаюн, где есть кострища, где другие вещи. Поэтому созерцать проблем нет. Вопрос в том, чтобы собрать именно единомышленников и благодаря коллективному сознательному, на одной точке потренировавшись, начать это спокойно распространять не только в России, но и в странах СНГ, и в дальнейшем по другому миру. Сделав свои здравницы, сделать школы, ну, пример, как щетини, но можно сделать еще лучше. Очень много интересных психологов. Мы все это изучаем, смотрим, встречаемся с различными интересными людьми. И когда ты видишь, что ты можешь что-то хорошее сделать во благо этой страны, во благо этой земли, то хочется это, ну, действительно сделать, хочется открыть свое сердце. И самое главное, вот серьезно говорю, когда сердце открывается, то какое-то вот совершенно другое наступает твое восприятие мира. Тогда что-то внутри оно начинает любить, и оно любит бескорыстно. Это очень тяжело передать, но когда ты к этому приходишь, благодаря вот той же великой северной традиции Спасу, которую мы потихоньку открываем для себя, внутри себя многое открываем. И когда ты самое главное, чтобы ты, каждый из нас, открыл это внутри себя, чтобы это не было где-то там из книжек, как и многие любят читать, из телевизора, и начинают об этом говорить. Самое главное, это наш опыт. А колхоз, это маленький опыт, который может нас объединить, а когда мы это объединимся и другие увидят, что это происходит, тогда оно начнет по Божьему плану дальше распространяться, и если это произойдет, я буду самый счастливый человек, и буду радоваться, радоваться больше, и просить Божественное, чтобы оно научило меня наслаждаться этой жизнью, быть всегда на вдохновении, нести этот свет для каждого из нас, для всех нас вместе, и чтобы мы перешли из я в мы, чтобы ушла гордыня, шла эго, ну, ушло все то, что мешает нам, славянам, которые истинно были, недавно посмотрел, пересмотрел Мастер Маргариту, мне понравилось, как Христос сказал, что будет то время, когда власть будет отсутствовать, все будут равны, и любая власть это насилие над человеком, и вот, когда я заново этого пересматривал, вот, мое энергетическое поле, наверное, раз в 5-7 увеличилось, и когда там тот же Волан сказал, что вся Евангелие переписана, и все переписано, что правды там вообще близко нет, то тоже как-то, когда включается родовая память, и ты начинаешь по-другому все чувствовать, то вот тогда что-то там внутри такое искреннее, какая-то благодарность начинает рождаться, и вот хочется, чтобы вот именно в том месте, в том поселении, в колхозе, именно вот началось вот это, роднение душ, да, чтобы родные души начали притягиваться, и делать специальные обряды, которые будут способствовать этому, и чтобы там загорелся такой светоч, такой огонь света, как в славянской традиции, говорится, это белгорючий камень Алатырь, я все время, когда просыпаюсь, говорю, что белгорючий камень Алатырь внутри меня, белгорючий камень Алатырь во мне, белгорючий камень Алатырь на мне, около меня и вокруг меня, тем самым выставляется очень мощная силовая защита энергетическая, которую пробить, если Алатырь камень тебя принимает, то у любого человека отсутствует возможность, потому что тогда, как говорил Христос, безвольно, то у Отца Небесного с твоей волосинки вряд ли волосу падет, вот белгорючий камень Алатырь, это как раз все своды, все законы, то, что в христианстве называют алтарем, это божественный столб света, который есть внутри каждого из нас, рядом с нами, и когда мы его открываем, то мы открываем себя миру по-другому и миру себя, и тогда что-то в нас начинает открываться, открываться родовая память. Вот я хочу, чтобы у каждого из нас, у всех нас вместе, эта родовая память открылась, мы чаще встречались, друг другу доверяли и говорили именно по сердцам, именно от сердца к сердцу, от душе к душе, чтобы глаза наши постоянно сверкали самыми яркими красками всецветия и всецветия, всецветия в всецветии. Вот так вот, пообщайся с такими людьми и встает вопрос, вот, все у тебя есть, дом у тебя есть, личное капище у тебя есть, кумир бога своего тоже есть, что тебе еще надо, что тебе не сидится? И такой частый ответ, как у Верещагина, «Белосонцв в пустыне» «Задержаву обидно». Вот из этой же серии, да? Да, обидно задержаву, а потом, ну, если ты пришел и взял что-то, внутри себя открыл, то наступает тот момент, когда ты должен начать этим делиться. Я прошел очень много процессов и в Индии, и в Китае, и получил там кучу всяких инициаций, но у меня как-то внутренне отсутствовала внутренняя уверенность, что я делаю правильно. А давать что-то ложное учение, которое я прошел, но нет уверенности, ты не горишь этим, и понимаешь, что это может быть, ну, с ложью, да, с каким-то обманом, то не хочется это нести. После того, как я все прошел, пришел в славянскую традицию, то что-то родное в сердце открылось, и я понял, что это мое. И вот недавно тоже очень много практиковал, занимался, было много откровений, когда ты идешь, просишь, чтобы тебе что-то показали, тебя берут, бьют током по рукам, по ногам, а никого нету. И ты понимаешь, что, ну, надо быть уже осторожнее со своими словами, осторожнее, ну, думать, что ты думаешь. Как говорится, что лишний раз подумать, а стоит ли думать? Или вот стоит, как говорится, в Спасе, быть в состоянии безмолвия. Понятно, понятно. Итак, шесть с половиной часов здесь проходило собрание. Какое у тебя резюме, какое у тебя общее заключение, потому что здесь случилось? Ну, я считаю, что это очень здорово, что все это начинается, но единственное, что люди друг друга мало знают, и, соответственно, было мало друг другу доверия. Поэтому, конечно, то, что люди, у каждого разный уровень сознания, каждый свой мир понимания, свой внутренний мир и разные мысли в голову. И не каждый разделяет эти мысли, поэтому хотелось бы, чтобы это было действительно среди единомышленников и приходили родственные души. Ну, это здорово, и дай Бог, чтобы это все развивалось и приносило всем успех, и чтобы, вот как мой собеседник говорит, все нужно 10 лет, чтобы через 10 лет мы уже встретились в этом колхозе, там было уже порядка 10 тысяч гектаров минимум, и из них тысячу накрыто теплицами, где мы бы, как заходили туда, срывали спокойно ананасы, и эти ананасы вместе с вами брали и с удовольствием принимали внутрь себя как просад, как божественную пищу, которая будет нас исцелять, как это делал Потемкин, в том же вот здесь, в Коломенском, выращивал ананасы. Ну да, известно, что императрица получала ананасы и другие экзотические фрукты зимой, и тому послы иностранные удивлялись. Скажи, пожалуйста, вот то, что задумано, это подойдет для тех, кто сейчас решает, куда все-таки поехать, в деревню домик покупать или строить с нуля на целине свое родовое имение в какое-нибудь экопоселение, или все-таки прийти в колхоз и посмотреть, что за люди, что тут делаете, вот как бы ты к таким людям обратился, что бы я им сказал? Я считаю, что у каждого есть свое сердце, своя интуиция, своя душа, и он должен, как любой практик, приехать, почувствовать, потому что, вот по себе могу сказать, вот приезжая в Индию, там прошло очень много всяких процессов, и ты туда приезжаешь, вот есть просто не хочется, можно вот спокойно быть на пране, и ты на пране, там и три дня, и пять, ты не ешь, и тебе не хочется, просто пьешь воду, вот там такая земля, приезжаешь куда-то на Урал, Иркаим, у тебя там немножко другое состояние, были места, где я не мог спать, где мне было очень плохо, мне хотелось быстрее сбежать, поэтому есть очень много факторов, которые мы должны сначала приехать, посмотреть, какое окружение, какие люди, какие у них мысли, какое у них сознание, потому что, если ты не единомышленник этих людей, то оно тебе будет это мешать, и ты сам сбежишь, поэтому, я считаю, открывай свое сердце, душу, слушай, и все, оно тебе подскажет. Ну, то есть, приезжайте, попробуйте, то, что называется, да, за спрос не бьют, а там дальше видно будет, вдруг решите, что это для вас, нет, есть другие варианты, как мы говорили с Татьяной, есть еще и уютная, тесная, четырех, стенка такая, небольшая, железобетонная, где можно спокойно наслаждаться видом, например, там на трубу ТЭЦ дымящую, и на проезжающую мимо там пробки, и так далее. Ну, хорошо, у нас есть такая традиция, когда говорящий что-либо желает нашим зрителям, и радиослушателям, что ты можешь им сегодня от себя доброго, вечного пожелать? Ну, самое главное, это пробуждение ваших душ, хочется, чтобы они запели, заплясали, чтобы каждое утро, когда вы просыпались, вы говорили, здравствуй, мое драгоценное, любимое тело, ты пробудилась, ты проснулась, мы любим, мы радуемся, мы наслаждаемся тебе. Я объясню, почему мы, потому что мы, это триллионы клеток, мы, это межклеточное пространство, мы, это печень, мы, это почки, мы, это сердце, мы, это селезенка, мы, в общем, очень много мы. И помимо того, вот, последний раз практиковал родовую чистку с отцом, и вот было какое-то озарение, я до конца как-то умудрился его простить, он умер в три года, у меня всегда была картинка, когда вот он лежит, я открываю ему глаза, а тут у меня как-то раз, а может быть в прошлой жизни случилось так, что я рано его кинул, и вот когда я подумал, вот именно вот мне вот эта мысль пришла, что да, вот оно так бывает, и что вот может, ну, это мой опыт, еще что-то, и когда вот так подумал, и тотально это пропустил, и как-то слился с ним, как раз прошел тоже потратку времени, прожил его жизнь, и вот когда произошло слияние, то я понял, что когда сейчас я что-то делаю, что они стоят за моей спиной, и все мои деды, прадеды, пращуры, они смотрят через меня на этот мир, если я подошел к этому сознанию, и вот когда вы к этому придете, и будете понимать, что мы, это один единый огромный механизм, который нас любит, и что за нами стоят, смотрят, нам помогают, оказывают содействия, и что это действительно происходит, а не на словах, ты начинаешь это чувствовать, и ты начинаешь больше чувствовать интуицию, и когда ты идешь, ты вроде должен споткнуться, но кто-то берет, и как вот какая-то неведомая сила тебя берет, и поднимает, и уводит от этого, и когда за рулем едешь, и все, и вот когда это присутствие, твоего рода, божественное присутствие, начинает около тебя быть регулярно, то в твоем сердце начинается открываться все больше и больше благодарности, поэтому хочу каждому из нас и всем нам вместе пообещать, что благодарность и благословление каждое утро себя, своего пути, всех тех, кто рядом, кто для тебя старался, кто тебя с утра чаем напалил, кто тебя в обедом накормил, всегда благодарить и благословлять, и естественно, конечно, очень серьезно любить, и стараться быть на вдохновении, и проявлять нежность, и наслаждаться жизнью, вот наслаждение жизнью, вдохновение, радости, 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 как говорится, чтобы ваши глаза блестели изнутри, чтобы вы чувствовали вот свою трепетную, живую, животворящую душу, которая вас выведет совершенно на другие, ну, абсолютно другие пути, тогда вы станете другой, и дай Бог, у вас многое свершится и случится, а будет желание, мы с великой радостью встретимся, те знания, которые есть внутри нас, которые мы открываем, мы с удовольствием поделимся с каждым, с каждым, с великой радостью, лишь бы только мы стали ближе, и помогли друг другу стать другими. Благодарю. Ну, все-таки мы, это не только триллионный клеток, это еще как песенки, я-то и он, она вместе с целой страной, вместе дружная семья, в слове мы, сто тысяч и я. Так вот сейчас, как раз в течение шести с половиной часов, сегодня решался вопрос, а будет ли вот это вот наше, в слове мы, сто тысяч и я, будем ли мы, как единое, коллективное хозяйство, единое, коллективное сознание, будет ли это предтеча новому, хорошо забытому старому. Вот на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь, напоминаю, с вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов, желаю вам всего самого доброго, добра, а тебе низкий поклон за участие, благодарю. Я всех благодарю, и ведущего, за то, что он несет свой свет, старается, что в нем многое открывается, мы знаем друг друга, и чем больше я желаю добра ему, тем больше добра приходит всем нам. Благодарю тебя, брат, и больше, больше, у тебя и так огромный талант, но чтобы он остановился все больше и больше, и мы трепетнее друг к другу относились. Благодарю еще раз. Мне остается поделиться своими мыслями и наблюдениями от увиденного и услышанного. Очень порадовало то, что в наше непростое время люди начинают задумываться о том, как следует жить на этой земле, кем надо быть в этом мире и что должно делать. Вдохновило то, что начинают появляться состоятельные люди, у которых в головах не только прибыль, но и желание сделать что-то хорошее и доброе для страны и сородичей, без погони за процентами от сделки. У которых возникло осознание того, что наше общее будущее должно строиться на принципах отличных от навязанного России воровского капитализма. Что жить следует по более верным, родным поконам и устоям, генетически свойственным русским людям. Стало понятно, что у моих современников появляется необходимость не просто выживать в искусственно созданных кем-то условиях, жалуясь на плохих руководителей или иноземцев, ругая мерзкие принципы существования и угнетения со стороны каких-то злодеев, ворча на предателей и воров, пристроившихся на теплых властных местах, а самим, своими руками, начинать творить судьбу отчизны. У здравомыслящих людей пробуждается потребность становиться хозяевами на родной земле, брать ответственность за будущее своих родов, стремиться державно мыслить и строить саму державу. Конечно же, на этом первом собрании присутствовала некая восторженность, свойственная увлеченным людям, выходящим из мурака, которая мешала полностью раскрыть вопросы технического и финансового характера. Мне видится, что на данном этапе это не страшно, поскольку у нас много умных, здравомыслящих людей, способных произвести правильные расчеты. Определить правильность или убыточность того или иного дела, той или иной составляющей задуманного предприятия, это обыденная работа, имеющая определенные закономерные особенности, которые подчиняются простой калькуляторной логике. Многим известны и алгоритмы, и способы выведения верных результатов для того, чтобы начать делать какое-то хорошее, важное дело, и при этом не разориться. На мой взгляд, вопрос даже не в том, будет ли именно этот колхоз выбран для начала воплощения задуманного, или после всех расчетов круг единомышленников остановится на каком-то другом месте для старта дела. Важно, что люди перестали быть предатками цивилизации, а захотели возвращаться в статус человека-творца, и это дорогого стоит. Кстати, у любого из вас есть возможность начать становиться хозяином своей жизни, прямо сейчас, не откладывая. С вами был Алексей Орлов и Народное славянское радио. Желаю всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok